Здрасьте! Всем, друзья, привет, уленьки! Мы продолжаем играть в 22 ферму. У нас наступил апрель и сегодня нас ждет большой покос. Но это чуть попозже, погнали вообще разберемся, что к чему на нашей ферме. Во-первых, друзья, апрель это пора посадки кукурузы. На самом деле, пора посадки много чего и есть дохренища контрактиков, как обычно. Но в первую очередь нас интересует именно кукуруза, потому что у нас есть три поля. 34, 35 и 39, которые у нас отведены в этом сезоне, в этом году под кукурузу. Поэтому эти поля нам, друзья, сегодня нужно будет засеять. На остальных, на наших полях растет у нас клевер, трава и люцерна. Это именно то время сейчас, когда это все дело нужно косить и, разумеется, наша задача это сегодня скосить. Два поля у нас небольших с клевером и два больших с травой и люцерной. Это все дело у нас идет на производство силоса и на производство компоста, если кто вдруг не в курсе. Силоса в одно собиралось, кстати, уже довольно-таки много. А инфодисплей действительно выдает кучу ошибок после обновления фермы. И здесь он почему-то не показывается. Но ладно. На силосной башне есть уже 873 куба и на складе тюков лежит еще 1,2 млн. То есть уже 2 млн. литров силоса у нас есть. Что-то, конечно, минимально у нас идет на БГА, но в целом это все дело у нас идет на продажу. Но цена сейчас не самая лучшая. Обычно она хорошая зимой, поэтому просто копим и ждем. Потом вывезем дохренища силоса и будет у нас много денег. Но сейчас, друзья, хорошая цена у нас знаете на что? На компост. Вообще игра говорит, что максимальная цена 400, но сейчас она аж 422. И у нас есть этого компоста аж 800 кубов. За 337 тысяч мы можем его продать. Поэтому это сегодня надо будет сделать. Также нам нужно будет обслужить наше производство. Тут, в принципе, все не сильно много. Мы, как правило, обслуживаем только то, что у нас заканчивает работу сегодня. А сегодня это силосная башня, столярка и лесопилка. Также я думаю, что надо на мастерскую тоже завести дизельное топливо. Оно закончится через 1 день и 1 час 45 минут. Но тут такое дело, что вся наша техника, которая работает по автодрайву и курсплею. А это, в общем-то, вся техника. Ну, короче, кроме комбайнов, потому что они большие. Она сама ездит заправляться. И, как правило, она ездит заправляться именно на мастерскую. У нас сегодня очень много работы для косилок. У нас очень много работы для вот этих вот ребят. Волковалки, сеноворошилки, фуражник и так далее. Поэтому я не исключаю того, что они, скорее всего, будут и не один раз, может быть, ездить заправляться. И, соответственно, на мастерской это самое топливо может легко закончиться до завтрашнего утра. Поэтому туда мы это дело тоже отвезем. Ну и давайте тогда посмотрим, а надо ли что-нибудь вывозить с какого-нибудь производства. На коллекторах сточной воды немного у нас пока накопилось. Я вчера вывозил их под ноль. Компост, понятно, мы вывозим, продаем на лесопилке. В принципе, можно пока что ничего не трогать. У лесорубов дерево по 5 поддонов, в принципе, тоже можно пока не трогать. На мастерской техобслуживания там совсем мало в спринтер мы загрузили. Топливо 445 кубов тоже можно пока не трогать. Но, наверное, имеет смысл его закинуть в селл прайс триггер. Нефти накопилось тоже немного. Метан у нас на продажу, если что, мы потом его продаем. Далее, производство удобрений. Тут тоже не сильно много насобиралось трогать, пока не будем. Протравитель семян у нас... А, он у нас не работает. Мы его вообще весь остановили. Силос, наверное, имеет смысл вывезти. Можно два прицепа по 300 кубов. И будет нормально. На столярке тоже мало всего. Мы ее не трогаем. И щебеночный завод мы поставили с вами в прошлой серии. И вот что он нам где-то за полдня, чуть больше. Две трети дня где-то прошло. Может быть, три четверти. Но что-то под насобирал. Так что вывезти, по сути дела, нужно только лишь силос. Ну и, друзья, контрактики. Контрактики самое интересное. Самое веселое. Короче, есть тут много контрактов на посев. Соответственно, потом еще будет и удобрение. Один контракт я взял на прополку. С 78 поля. Он очень долго это все будет делать, конечно. Но там еще потом удобрение появится. 49 тысяч. Один полонник запустим. И, в общем-то, пускай он там катается. Мы все равно в этом месяце надолго. Ну и, друзья, есть парочка удобрений. Также есть куча тюкований, которые я возьму потом. Возьму, как обычно, в последнее время на сено. И, в общем-то, по курсплею их все выполню. Вот такая вот история. Давайте, в общем-то, наших ребятишек в работу-то запрягать тогда. Первым, друзья, отправляем полонник. Он действительно очень долго будет работать. Он у нас едет на поле номер 78. Погнал, дружище. Вот у него тоже топлива не сильно много. То есть он точно поедет заправиться за свою работу. Этот есть. Далее, наши сейлки. Значит, сейте они у нас будут кукурузу. Черт, пролистал. Почему он говорит, сначала заведите двигатель? Видимо, еще какая-то функция есть. Во, кукуруза. Ты у нас, значит, поедешь работать на поле номер 34. Включаешь там курсплейчик обязательно. Выключаем тебе функцию припарковаться по завершению. И рисуем тебе маршрут. Удобрять, друзья, я с помощью трактора не буду. Как-то он не совсем хорошо удобряет. Лучше потом запустим какую-нибудь удобрялку. Углы ставим острые. И все, маршрут у нас готов. Давай, друг, погнал. Едь, сей мне кукурузу. Так, стоять, дружище. Куда это ты поехал? Я же совсем забыл про одну штуку. А про наше точное земледелие. У нас здесь все сбилось? Серьезно? А ферма обновилась пару дней назад? Если что. И тут не то... Короче. У нас на полях уже были везде устаревшие данные практически. Много где. Я собирался переснимать пробы. Но сейчас вообще все пропало. Как всегда, обновление что-нибудь ломает. Это не новость. Может и точное земледелие надо обновить, а? Давайте в модхаб смотрим. Сходим и посмотрим. Кто-то мне когда-то сказал, жду ли я обновления фермы. Точнее, на стриме спросили. Я сказал, что не жду, потому что, как правило, обновление все ломает. О, InfoDisplay Extension. Обновить. Я, друзья, извините, перезаливать его не буду. Production Revamp тоже обновляем на сайт. Enhanced Animal System. На всякий случай обновим. Вот эту штуку обновлять не будем. Вот эту тоже не будем. Better Contract тоже не будем. Короче, ничего больше обновлять не будем, потому что это у меня подправлены все моды. То есть, вот эта штука вроде как переведена на русский. Хотя, кстати, может быть и нет. Короче, в любом случае работала и работала. Вот эти вот все моды, они изменены. И в модхабе они, наоборот, более старые или неизмененные. Но меня интересовал Precision Farming. Обнов никаких нету. Но оно сломалось. Где ферма обновилась, функционала не добавилось. А что-нибудь сломать сломалось. Частота сева есть. Урожай есть. Азота и PH нету. Ладно, погнали снимать пробы тогда. Ох и работнешь ты сегодня, дружище. Так, припарковаться по завершению тебе не надо. В первую очередь, ты едешь на поле номер 38. Включаешь там курс плей. Начинаешь работать вот отсюда. С острыми углами. Хотя, это, друзья, не спасет, если там смазанные углы будут. Острые он, не острые. Уголки все равно надо будет потом посмотреть. Они могут быть невзяты. Давай. Начинай с поля номер 38. Вот этого товарища мы тогда пока что отправляем на парковку. Ему еще рано идти работать. Пускай сначала пробы с поля снимутся. А вот этот товарищ пускай едет работать на поле 78. Ну и пока у нас снимаются пробы, давайте отправим людей поразвлекаться с нашими производствами. Но тут на самом деле все просто. Надо отвезти на столярку планки и на лесопилку дерева. Планок у нас уже 380 кубов есть. Значит, пять раз съезди, 350 кубов отвези. Топлива у него тоже не сильно много. Давайте, может, мы его сами вручную перед отправкой заправим. Чтоб он потом не поехал заправляться и не сбросил счетчик. Заправляемся. И теперь, дружище, давай едь работай. И видите, в мастерской дизельного топлива уже не хватает на сутки. А сколько всего туда вообще влазит у нас этого самого топлива? 50 кубов всего влазит. Маловатенькое. Ладно, давайте отправим бочку. Но мы скажем ей загрузиться на 47 кубов. Он сюда привезет 47 кубов и потом припаркуется. Далее. Деревом на лесопилке вот этот товарищ у нас разберется попозже. Силостной башней мы, видимо, только после покоса сможем разобраться. Еще у нас остается фэт-свинарный корм. Но давайте отправим вот этого товарища туда. Скажем ему сделать две поездки. А сами пойдем в магазин и купим корма. Я в прошлой серии, друзья, говорил, что я поищу поддоны побольше. Но я не искал. Я решил сделать их сам. Я, в общем-то, скачал такие вот модовские. И как раз в Модхабе Аграхим, белорусский, и прописал в корм для свиней не один куб мешок, а пять кубов. Плюс, если вы покупаете их больше, то там идет скидочка. То есть, один мешок стоит 4000, а два мешка стоят 4000 плюс 3750. То есть, чуть-чуть подешевле. Соответственно, 40 кубов мы берем вот такими вот четырьмя пакетами. И нам их нужно купить. Три пака таких всего. И три пака это много на самом деле. Надо было на один меньше брать. Но уже ладно. И сейчас мы их вот так вот сюда перетаскиваем. Это не то количество пакетов, которые я тогда носил. Я вот единственное только знаете, что думаю еще. Он же, когда сюда поедет второй раз, он может увидеть коллизию этих поддонов и не проехать. Поэтому давайте мы их все-таки немножко отодвинем. Ну и да, лишнего я тоже немножечко купил. Правда, немного. Там один куб 200 литров останется. Короче, я не сильно упростил себе жизнь, но немножечко упростил вот этим всем делом. И зато теперь нормальный корм начнут жрать мои свиньи. А не вот это вот буржуйское все. Давайте с другой стороны поставим пару пакетов. Ну вроде как вот так вот мы их поставили. Я надеюсь, что у него не возникнет никаких проблем с загрузкой этого всего дела с подъездом сюда. Ну если что, потом подойдем пододвинем. Давай, друг, загружайся и катайся. Давайте посмотрим, как дела у нашего грунтоноса. Он там должен уже вовсю кататься, снимать пробы. Он, в общем-то, это и делает. И он их еще сам потом отправляет, поэтому можно его отправлять на большое поле и пусть катается. Блин, все поля тогда придется брать. Хотя я и собирался все поля брать. Так что, по сути, ничего страшного. Сейчас мы его переставим на другой поле и пойдем еще поразвлекаемся с нашим компостом. Пускай он здесь закончит, то он, в принципе-то, и закончил. Или еще одну возьмет. Нет, завершил работу. Вроде как он сам отправляет. По крайней мере, в прошлый раз я не помню, чтобы я отправлял это все дело. Хотя написано, взято образцов один. А может и не отправляет. Но когда я его отправлял в прошлый раз, и он возвращался домой после работы на курс плей, он точно их сам отправлял. Но это ладно. Давайте дальше. Блин, сначала, вот какие поля нам надо быстрее сделать. Давай 34-е тогда. Иди давай, бери. По-моему, он не отправил образцы почвы на исследование. Итак, нам нужно продать компост. Мы отправим одного мана кататься. Больше я смысла не вижу в этом. Так, топливо нам привезли, это хорошо. Вот этот товарищ катается, это хорошо. А черного мана отправляем возить компост. Продавать мы его будем на садоводство. Три поездки ты делаешь и забираешь с компостера, и как раз все увезешь. Давай, друг, погнал. Сначала чиниться, но ладно. И давайте второго мана тоже отправим. Те же самые три поездки, только с водочистной станции. Или откуда? Да, с водочистной станции. Компост с загрузкой тоже на садоводство. Давай, друг, тоже вези. А когда они вернутся, тогда из саливатора наш компост тоже продадим. Там в прошлом месяце просто забилось уже все на компостере, и поэтому я его свез сюда. Вот такая вот история. Водитель прибыл на поле 34. Это у нас, который пробу брать собирается. Но пускай берет. Да, этот мод у нас тоже обновился. На свинюшек сейчас обновили. И пропал перевод. Сказывает, что три месяца. Видимо, это что-то новое. Ветеринария репродукшн. Видимо, какая-то новая функция добавилась. Видимо, насколько я понимаю, у нас добавилась кнопочка Hello Automatic Reproduction. Оно и стояло. Или Restrict. Автоматически они размножаются? Или надо вызывать ветеринара? Прикольненько, ладно. Ну и кнопочка Hello Overcrowding. Это у нас переполнение означало. Ладно, потом поищу, может быть, найду на русском этот мод. Мне это не сильно принципиально на самом деле. Эко счет 88. 89. А, видимо, образцы начали падать, да? Образцы почвы проанализированы. Опаньки. Внезапно он их отправил. Сейчас здесь взял один, хотя уже пошел. Не сильно я понимаю, как это работает, но ладно. То есть вот оно, PH, например, проанализирована. Часть. Непонятно. Ну ладно. 38-ое поле у нас проанализировано. Соответственно, мы можем отправлять его косить. А косить у нас поедешь ты. Тебе, друг, домой по прибытию возвращаться не надо. Ты у нас сегодня очень много будешь косить. Начинаешь ты с поля 38. И этот маршрутик мы копируем. Управляем его на поле номер 38. Давай, погнал. И следом же за ним. Хотя не знаю, хорошая ли это идея, но ладно. Следом же за ним вставляем этот самый маршрутик в нашу GCB. И он тоже поедет собирать это все на поле номер 38. И на склад тюков выгрузка это все возить. И включай там тоже курсплей и давай погнал. Есть вероятность просто, что они в одном месте там столкнутся. Ну ладно, если что, разнимем. А еще, друзья, в инспекторе я вижу, что ман начал грузить корм для свиней. А значит он там заехал, мешки ему не мешали. Да, вот он их грузит и постепенно подъезжает. Прекрасно. В общем-то, ну как-то минимально это автоматизировали. Несколько мешков пододвинули и все нормально. Можно точку здесь поставить к месту, где они спаунятся. И вообще это дело автоматизировать. Но уже ладно. Доходы от продажи урожая. 3,685 за ЭК счет. 25 кубов за 1 прицеп. Нормально. Это, кстати, прикиньте, у нас же свиней полный загон. И они уже все, ну, относительно взрослые. И они в день жрут по 120 кубов. Это каждый день сейчас надо им покупать по 2 прицепа. Сколько им вообще влазит сюда корма? 300 кубов им влазит корма. Возможно, друзья. Еще у нас прицеп компоста продался. Возможно, друзья, загоним. Будем покупать побольше им, да? Не по 2 прицепа, а хотя бы по 4. Чтоб на 2 дня хватало жрачки. Охренеть, они много жрут, да? Так, кстати, ребятушки у нас пошли косить. Тут все хорошо. Следом же ездит фуражник, все подбирает. Возможно, пока он по круговые будет вот эти вот проходки делать, он уже забьется и они не столкнутся. В общем-то, ребята, цель моя, завтрашние работы мои на завтра известны. Свои поля скосить, после скоса их мульчировать, посыпать известью и удобрить. Чужие поля засеять, свои поля с кукурузой засеять. Если надо будет прикатать, то прикатать. Ну и тоже удобрить, соответственно. Контрактики вот эти вот все тоже поделать. Но это быстро. И потом контракты на синокос тоже поделать. Ну, в общем-то, что за день рабочий успею, то успею. Завтра воскресенье, просто сокращенный день немножко. И, как правило, я чуть попозже прихожу на работу, поэтому не все 9 часов, которые я обычно там сижу, буду играть. Меньше времени у меня на работу, скажем так, остается. Ну, посмотрим, что я успею сделать. И мы встретимся тогда, ну, по сути дела, чуть попозже этим же самым днем. Ну и что ж, друзья, теперь у нас вечер. 16.51. Еще не закончились контракты. Эти 10 поля, кстати, можно принять на покос. Кование принимаем. Тут еще осталось... Уже все скошено, уже все переволковано, уже все переворошено. Осталось только собрать. И он, в общем-то, собирает. 78 поле, кстати, тоже было прополото. 10 часов на это ушло. За 50 тысяч, в принципе, успел парниша. И появился контракт на удобрение. Сейчас тоже поехала поливалка наша это все дело поливать. Ну и наши все поля удобрены, засеяны. Все хорошо. Где надо, замульчировано, посыпано все известью. Все хорошо, в общем-то. Только лишь на 50 поле еще не все закончено. Здесь у нас уже посыпано известью, но еще не замульчировано. Мульчера я только отправил. И после этого надо будет еще здесь все удобрить. Ну и так как у нас 3 миллиона на балансе, я, друзья, собирался сделать небольшой переездик. Нам по факту надо купить еще один, друзья, вот такой вот ман сыпучий. И хотелось бы еще купить контейнер. Он нам пригодится. Плюс в будущем нам пригодится еще контейнер-рефрижератор. Хотя я подумываю о не контейнере, а о полуприцепе. Вот так он. Вот рефрижератор. Соответственно, с грузовиком это все дело взять. И плюс у нас есть еще Вольво с бочкой, которой уже здесь нет места. Поэтому я хочу поставить еще один гараж. И я думаю, что вот на эту площадь около столярки он отлично впишется. Абсолютно такой же ангар. Да, кстати, он сюда отлично вписывается. Поставить его примерно вот так. Сделать заезд вот с этой вот стороны. Они будут объезжать столярку, получается, с обратной стороны. И парковаться. Давайте, в общем-то, и всунем. О, готово. И, наверное, тогда имеет смысл здесь все заасфальтировать. Это же у нас вот такой асфальт, правильно? Да. Здесь как раз в пиксель получилось. Не в пиксель, а в клеточку. От столярки. Это, кстати, хорошо. Они друг на друга, получается, не накладываются вообще. И стоят довольно-таки компактно. Так вот аккуратненько все делаем. Ну, а вот это все тогда закатываем в асфальт. И, наверное, вот здесь вот тоже имеет смысл дорогу эту закатать в асфальт. Так, вот здесь я немножечко промазал. Здесь надо аккуратненько. Вот так вот. И пойдет. Грязь, наверное, вот эту тоже стоит отсюда убрать. Здесь потом круглой кисточкой как-нибудь аккуратненько сделаем. Кстати, если мы купили эту территорию, возможно, ветряк тоже можно снести. Хотя, возможно, эти ветряки на другой территории находятся. Не на нашей. Если его снести, отсюда можно поставить потом свой ветряк. Во. Вроде бы аккуратно получилось. Давайте все-таки круглую кисть сделаем. Здесь пускай остается вот эта гравийная дорожка. Она нам не сильно мешает. А здесь мы вот так вот все в асфальтик закатываем. Надо будет еще маршруты автодрайва тогда прописать прямо сейчас. Тут, кстати, еще такая площадка получилась. Я думаю, что надо сюда мастерскую влепить. Да, 30-го поля вообще уже ничего не осталось. Но мы и планировали здесь застраиваться. Так что ничего страшного. Так, это есть. Давайте вот здесь тогда у нас будет такая полоса с асфальтом. Здесь, наверное, тоже имеет смысл асфальт закатать. Тякут. А вот здесь тогда мы сделаем такую вот художественно-кривую полоску грязи. Во. А вот эта трава даже пускай здесь остается. Почему бы и нет. И вот с этой стороны тоже мы вот так вот немножечко здесь все приберем. И будет типа как гравийка. Во. И нормалды. Сюда приехал вот этот товарищ сейчас автодрайв в маршрутике делать. И, кстати, пока он у нас здесь, свободно его парковочное место. На его парковочном месте находится единственная зарядка на нашей карте. У нас есть один электрический товарищ еще, который разряжен уже. Кстати, он у меня когда катался, у него закончился типа заряд, ниже какого-то процента упал. И он поехал на автодозаправку топливом. И поехал, знаете куда? Он поехал на эту станцию электрозарядки, которая у нас вот здесь вот большая. Он туда припарковался, но зарядиться не смог. У меня это дело не работает почему-то. Возможно, там такие же станции устанавливаемые. Возможно, ее надо просто одну в одну поставить, и он будет ее тогда видеть, заряжать. Но это ладно. Итак, парковка, парковка топлива. Давай, едь туда, и мы тебя зарядим в кои-то веке. Так, кто завершил работу? Вот этот товарищ завершил работу. Мы его переставляем на другое поле, на поле 14. Вот эти поля уже убраны все, кроме 14. Вот эти вот побольше, они на попозже. Я обычно начинаю с маленьких. Давай, друг, погнал. А мы пока что... А где наша вот эта штука? Вот она, наша штука. Вот эту вот хреновину мы отцепляем. И маршрутики автодрайва включаем, чтобы посмотреть, что к чему. Ну и да, давайте, наверное, мы все двери здесь откроем. Наверное, друзья, имеет смысл сразу же с мастерской начать. Тоже влепить мастерскую сюда. Это, наверное, она. Это она. Как раз ей места здесь хватает. Вопрос только, как ее поставить. Я думаю, что мы ее поставим вот так. Даже ближе вот сюда. Бздынь. Готово. И, значит, смотрите. Здесь у нас будет загрузка техобслуживания. Здесь у нас будет выгрузка топлива. И, соответственно, по совместительству заправка для транспорта. Удобная линия. Соответственно, выезжать они будут вот с этой стороны. Места как раз здесь хватает. Ну и остальные грузовички будут парковаться. Да, получается, будет небольшой кружочек. Но ничего страшного. Ну давайте вот отсюда тогда для начала, как обычно, сделаем сквозной проезд. А потом уже все остальное будем сюда добавлять. Места здесь много. Так что фуры прекрасно здесь будут кататься. Ну как-то вот так вот. Это дело мы тоже подключаем вот сюда. Вот этот товарищ у нас сюда прибыл. Давайте поставим его заряжаться. 10 минут ему заряжаться нормально. А мы возвращаемся сюда. Вот этот товарищ наездил 560 километров. И он уже заряжался, наверное, раза 4-5. А тот первый раз. И у него намного меньше ушло. Итак, сделаем вот отсюда тогда плавный поворот. Вот такой. Вот эти точечки тоже делаем желтенькими. И, наверное, на всякий случай мы еще и вот эту линию тоже соединим. Хуже не будет. Мало ли что. Ну и тогда сейчас отсюда надо сделать еще парковочные места. Пока что я точки и обзывать их никак не буду. Просто хотя бы проехать, сделать, чтобы они парковались. Ну и, соответственно, выезжали отсюда. Да, это относительно, конечно, геморройное занятие. Я не очень люблю таким заниматься. Но когда оно потом все классно работает, меня это прям радует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, друзья, вот такая вот какофония у нас получилась. Я думаю, это должно будет работать. И давайте теперь точечки пообзываем и поперетягиваем. Во-первых, чтобы они были у нас удобно и красиво. Итак, значит, ты будешь парковка водовоз маленький. Парковка водовоз мал. Наша бочка будет. Я думаю, что, возможно, мы еще в будущем и еще купим бочек. Вообще, неплохо было бы сейчас это все рассчитать, конечно. Давайте с расчетом на 3 сделаем, действительно. Еще понадобится. Нам и воды в будущем надо будет много возить и так далее. Это значит будет парковка водовоз 1. Это у нас будет парковка водовоз 2. Это мы немножечко вперед пододвигаем. И у нас будет парковка водовоз 3. Ну и 3 места у нас пока что остаются пустыми. Пускай это будет парковка XXX1. Парковка XXX2 пускай будет. И последняя парковка XXX3. Вот так вот. И автомойка-столярка тоже точка нам нужна здесь обязательно. Вот эти товарищи будут мыться сюда. На базу их гонять смысла никакого нет. Автомойка-столярка. Пускай будет так. Вот. А здесь они будут выезжать. По этой линии будут проезжать, получается, только те, кто будет обслуживать нашу мастерскую. Здесь тоже, друзья, нужно сделать автодрайв. А этот уже зарядился. Эвана как? Едет тогда на парковку. И вот этот у нас закончил работу на 14 поле. Едет тогда на поле номер 40. Конченное поле. Зачем я его взял вообще в контракт? Ну ладно. Мы возвращаемся обратно к нашей новой мастерской. Здесь у нас не будет стоянки. То есть наш товарищ, который развозит их обслуживание, будет все равно жить там. Парковка у него там. Поэтому мы здесь сделаем просто сквозной проезд через стоянку. Он у нас маневренный. Поэтому я думаю, ему вот такой вот вариант подойдет только так. Я думаю, будет вполне себе хорошо. И здесь мы тогда сделаем точку. ТО-столярка. Загрузка. И для топлива еще тоже сделаем отдельный проезд. Сделать его нужно максимально плавным. Потому что здесь и техника какая-нибудь может проезжать. Которая будет заправляться. Я думаю, вот на этой точке вполне себе подойдет. ТО-столярка топлива пускай будет. И соединяем это дело с нашей основной сетью. Ну и все. Получается, мы здесь все сделали. Цепляем вот эту нашу топливную хреновину. И отправляем его домой. Пускай едет. Так, мастерскую вот эту надо переименовать. Пускай это будет мастерская-столярка. Просто, знаете ли, по названию района, где она находится. Чтобы понимать, какую мы имеем в виду мастерскую. Сколько у нас требует... Блин, она выше стоит почему-то. Ну ладно. Наличные деньги. Бустер. Да, у нас карта обновилась. Сейчас немножко покажу это все дело. Чисто нефть у нас требует 2000 обслуживания. Мастерская с допматериалом тоже 2000 обслуживания. Давайте мы пока что обычную первую линию вот эту запустим. Требует электричество и дизельное топливо. Пускай потихонечку оно просто ее делает. А мы, друзья, погнали на нашу базу. Во-первых. Во-первых, ты. Парковка водовоз мал. Новая точка. Мы тебе ее ставим как твое парковочное новое место. Поэтому давай шуруй туда. Большая бочка вот эта. Тебе мы ставим парковка водовоз 1. Новую точку. И тоже давай ездить туда. И тебе мы ставим парковка водовоз 2. Бочки и прицепу. Также включаем тебе припарковаться по завершению. Теперь ты можешь это делать. И, друзья, давайте еще посмотрим на нашей мастерской. Влазит 50 кубов топлива. Поэтому ты съездишь его сразу туда отвезешь. А потом припаркуешься. Ты едешь на НПЗ. Загрузка топлива. И выгружаешься на того столярка топлива. И везешь ты дизельное топливо. И один раз. Ну и разумеется, ты потом паркуешься. Тоже давай едь вези. Итак, у нас освободилось здесь 2 места. И их надо, во-первых, переименовать. Давайте вот этот вот. Где наши парковки? Водовоз мал. Это будет зерновоз 4. Блин, а контейнер куда деть, а? Я хотел брать еще один контейнер. И рефрижератор. Видимо, рефрижератор будет жить не здесь. Зерновоз нам тоже еще один нужен. Вот прям кровь из носу. Если пойдет уборка корнеплодов, то без него вообще никак. Кстати, у нас еще есть 2 единицы техники. И он стоит, который тоже без парковок. Но в эти места их ставить не будем. Просто зерновозы я вот к этому складу поближе ставлю. Контейнеры к этому складу нужны поближе. Фура как бы тоже нужна здесь. Ладно, потом мы разберемся. Ну так, парковка водовоз большой, которую мы делали раньше. Мы ее тоже переименовываем. Пускай это будет парковка контейнер 2. Вот, все. С этим мы разобрались. У нас на мастерской столярке появилось, что все использовано. Электрозаряд, дизельное топливо. Но электрозаряд появится в 6 часов. Она начнет работать. Дизельное топливо сейчас отвезем. И да, друзья. У нас обновилась карта. Обновилась игра. Обновилась карта. Все подряд. И, кстати, завтра выйдет еще... Ну как завтра? Завтра выйдет премиум DLC. Но для вас оно уже вышло. Давным-давно. Сейчас именно на той карте, которую можно скачать с моего сайта. Вот эта вот табличка. Спасибо спонсорам. Висит. Табличка уже пару дней как. Поэтому самые-самые последние, ребята. Извините. Не успели вы сюда попасть, кто подписывался последнюю неделю. Но в следующей версии уже будет новый список. Также, друзья, я оставил еще одну небольшую пасхалочку. В общем-то, кто ее найдет, тот молодец. Кому я про нее лично рассказывал в Дискорде? Не спойлерите, пожалуйста. И еще основное изменение, которое я сделал для себя исключительно. Это, друзья, корм для свиней. И он появился в закупке на ЖД вокзале и на Райфайзен. Потому что задолбался я покупать эти мешки. Соответственно, мод, про который я вам рассказывал, я выкладывать не буду. Он нахрен никому не нужен. А если просто кому-то мешки понравились, то в модхабе они есть. Это что касается изменений карты версии 3.8 от той, что лежит в интернетах. То есть конкретно именно вот моя карта. По сути дела, одно изменение – закупка корма. Также, как обычно, с новой карты здесь новое производство. Точнее, не новое производство, а добавилась тут новая штука, как банк, точка продажи. Она, в принципе, стоит на карте уже. Но так как, если начинать новый сейв. А если не начинать, то можно его вот так вот поставить. Здесь мы будем продавать наличные деньги. Они идут бустером к некоторым производствам. Ну так, в общем-то, по мелочи. Но нас это пока что не сильно касается. Мы еще не дошли до всего того дела. С учетом того, что на ютубе вот это выходит, когда, скорее всего, уже версия 3.10 появилась. Так что вам это вряд ли интересно. Так что информация, в первую очередь, наверное, для спонсоров, да. Кто это смотрит прям сразу. Если вы, друзья, хотите смотреть ролики по мере их выхода, то на бусте это дело можно легко сделать за символическую чашечку кофе мне. Хотя кофе я не пью, но ладно. В общем-то, друзья, сколько мы сегодня собрали какой травы? Люцерну посчитать будет сложно, потому что она у нас оставалась. Но сейчас у нас ее есть 3,5 миллиона литров. Также у нас есть 2 миллиона литров травы и клевер мы еще сегодня собирали. 874 куба, но 300 уже было загружено в силостную башню. Я думаю, кстати, что в силостной башне мы запустим клевера еще одну линию. Лишним не будет. Охренеть, сколько у нас силоса сейчас будет производиться. 864 куба в сутки. Мы реально охренеем его потом продавать. В общем-то, друзья, на этом мы тогда серию закончим. Мне тут осталось добить пару контрактиков. На сегодня это будет все. В мае, скорее всего, вообще ничего интересного происходить не будет. Я его, друзья, весь проведу за кадром. Обслужу сам производство. Ставить никаких новых производств мы опять-таки в мае не будем. Вот эти товарищи перепарковались. Отлично здесь стоят. А? Липотаж. Красота. Вот. В июне, скорее всего, хотя, может быть, и в мае что-то выстрелит на продажу. Ну, я тогда запомню. Я вам об этом расскажу все. А в июне у нас уже, судя по всему, начнется какая-то минимальная уборочная. Я думаю, что мы всю уборочную в одну серию в следующую впихнем. А большая уборочная это, опять-таки, небольшая такая пара стримов. Уборочная это мы любим. Ну и получается, встретимся мы тогда с вами уже в июне. Спонсорам еще раз огромнейшее спасибо за поддержку, друзья. Всем спасибо за просмотр. Лайки, комментарии не забывайте. С вами был Никита Дилай. Всем пока-ки.